USS Индианаполис – второй корабль серии тяжелых крейсеров типа «Портланд», названный в честь одноименного американского города, столицы штата Индиана, принимал участие во Второй мировой войне. Именно этот корабль перевозил части атомной бомбы «Малыш», сброшенной позднее американцами на Хиросиму. Но свою печальную известность крейсер получил не за это. 30 июля 1945 года он был потоплен японской подводной лодкой, унося в океанскую пучину значительную часть своего экипажа. Однако многие моряки, оставшиеся в живых после крушения, разделили участь своих товарищей. В течение четырех дней, страдая от обезвоживания, гипотермии и галлюцинаций, моряки один за другим погибали. Вдобавок к этому, кораблекрушение привлекло к месту трагедии сотни голодных акул, которые атаковали беззащитных. Из почти 1200 членов экипажа удалось спастись чуть более чем 300 человек, что сделало гибель Индианаполиса самой крупной морской трагедией для ВМФ США. Индианаполис был одним из так называемых «Ваншингтонских крейсеров», построенных в США после Вашингтонского военно-морского договора 1922 года. Изначально он был классифицирован в качестве легкого крейсера из-за тонкого бронирования и получил номер CL-35. Однако позже сменил классификацию на тяжелый крейсер из-за 8-дюймовых орудий. Корабль имел четыре грибных вала, четыре турбины с редуктором Parsons и восемь котлов White Foster. При мощности в 107 тысяч лошадиных сил крейсер выдавал расчетную скорость более 32 узлов. Он также имел 9 8-дюймовых орудий Mark 9 в трех орудийных установках. Для противовоздушной обороны у него было 8 5-дюймовых и два 3-фунтовых орудия Gochkis. В 1945 году крейсер получил 24 40-мм орудия Boffors, установленных в шести четырехместных установках. Также оба корабля серии были модернизированы 12-27-литровыми пушками Erlikon. Корабль не имел торпедных аппаратов. Первоначально крейсеры класса Portland по проекту имели 1-дюймовую броню для защиты палубы и борта. Но при строительстве они получили более прочную 5-дюймовую броню в районе цитадели и артпогребов. Палубная броня составила 2,5 дюйма, барбета в полтора, башни 2,5, а боевая рубка чуть более дюйма. Под командованием капитана Джона Смелли Индианаполис совершал свой первый поход через Атлантику в залив Гуантанамо 23 февраля 1932 года. Затем крейсер прошел через Панамский канал для тренировок у чилийского побережья. После капитального ремонта на верфи Филадельфии он отплыл в Мэн, чтобы посадить на борт президента Франклина Делана Рузвельта на острове Кампо-Белло. Во время своего пребывания там Индианаполис принимал 6 членов кабинета министров вместе с Рузвельтом. Крейсер также часто наносил дружественные визиты в порты Южной Америки, посетив Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес и Монте-Видео. 7 декабря 1941 года Индианаполис проводил имитацию бомбардировки от Олла Джонсон во время нападения японцев на Перл-Харбор. Он вступил в 12-ю оперативную группу и искал японский авианосец, ответственный за нападение. Но американцы так и не смогли обнаружить их. Вернувшись в Перл-Харбор, крейсер заступил на несение боевой службы и с 1942-го по 1945-й годы неоднократно совершал боевые походы, поддерживая десантные операции и прикрывая корабли союзников своими мощными орудиями противовоздушной обороны. Летом 1945 года после капитального ремонта Индианаполис получил приказ выполнить сверхсекретную миссию, имеющую первостепенное значение для национальной безопасности – отправиться на остров Тиньян с обогащенным ураном. На его борт погрузили около половины всего добытого в мире на тот момент урана и другие детали, необходимые для сборки атомной бомбы под кодовым названием «Малыш», которая через несколько недель будет сброшена на Хиросиму. Индианаполис покинул военно-морскую верфь Сан-Франциско «Хантерс-Пойнт» 16 июля 1945 года в течение нескольких часов после испытания «Тринити». Установив рекорд скорости, пройдая от Сан-Франциско до Перл-Харбора за 74,5 часа, он двигался со средней скоростью 29 узлов. Прибыв в Перл-Харбор 19 июля, крейсер отправился без сопровождения, чтобы как можно скорее доставить компоненты атомной бомбы на Тиньян 26 июля. Затем Индианаполис был отправлен на Гуам, где часть экипажа, завершившая свои служебные командировки, была заменена другими моряками. Казалось, война уже близится к завершению. Но в 0.15, 30 июля, Индианаполис был внезапно атакован японской подводной лодкой Ай-58 под командованием командира Майчайтера Хошимото. Он изначально думал, что заметил линкор класса Нью-Мексико, Айдаха. Японец тут же выпустил шесть торпед, из которых две попали в крейсер. Взрывы нанесли огромный ущерб. Индианаполис быстро начал тонуть, потому что на корабле было много вооружений и военных грузов. Двенадцать минут спустя он полностью перевернулся. И, высоко задрав корму, быстро ушел под воду. Некоторые моряки успели спустить на воду плоты и надеть спасательные жилеты. Однако большая часть выживших просто прыгали в океан. Под воду вместе с кораблем сразу ушли более трехсот человек. Однако оставшимся в живых предстояли впереди суровые испытания. Без питьевой воды, в холодном океане окружены сотни голодных акул, люди в течение четырех суток боролись за выживание. Командование ВМФ не знало о потоплении корабля. Пока через три с половиной дня в открытом океане не были замечены первые выжившие. 2 августа в 10.25 самолет ПВ-1 «Вентура», которым управлял лейтенант Уилбур Гвинн и его второй пилот, лейтенант Уоррен Колвилл, заметил людей, дрейфующих по течению во время обычного патрульного полета. Гвинн немедленно сбросил спасательный плот и радиопередатчик. Все воздушные и надводные части, способные к спасательным операциям, были направлены на место происшествия. Многие из выживших были ранены, и все страдали от нехватки пищи и воды. Лишь только некоторым из них удалось найти пайки, содержавшие ветчину и крекера среди обломков Индианаполиса. Обезвоживание от солнца днем и переохлаждение ночью, а также сильнейший зуд из-за продолжающегося воздействия соленой воды и бункерного масла, а также нападение акул – все это оказывало пагубное действие на физическое и психологическое состояние выживших, некоторые из которых совершали самоубийство или даже убивали других выживших, находясь в бреду и страдая галлюцинациями. Только 316 из почти 900 человек, переживших крушение после затопления, выжили. Капитан Чарльз Маквей III, который командовал Индианаполисом с ноября 1944 года в нескольких сражениях, выжил при катастрофе, хотя и был одним из последних среди тех, кто покинул корабль. В ноябре 1945 года он предстал перед военным трибуналом по двум обвинениям – невыполнение приказа своим людям покинуть корабль и создание опасности для него. После снятия обвинения в невыполнении приказа покинуть корабль, Маквей был признан виновным в том, что он поставил свой корабль под угрозу, не пройдя зигзагом. Однако Матитсура Хошимото, командир подлодки А-58, засвидетельствовал, что зигзаги не имели бы никакого значения. Адмирал флота Честер Нимитс отменил приговор Маквея и вернул его к активной службе. Маквей ушел в отставку в 1949 году контр-адмиралом. Несмотря на оправдание, многие родственники моряков, погибших на Индианаполисе, считали Маквея виновным в гибели их родных. Под давлением чувства вины он покончил жизнь самоубийством в 1968 году, используя табельный револьвер. Маквея обнаружил на лужайке перед его домом садовник с игрушечным матросом в руке и револьвером. Ему было 70 лет. Таким печальным образом закончился срок земной службы последнего командира печально известного крейсера Индианаполис. Продолжение следует...